Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня у нас два вопроса на повестке дня. Это очередное интервью Виктора Майгурова при службе СБР и проведение зимней универсиады в Свейцарском Люцерне 2021 года. Что касается Майгурова и его комментариев, многие эти темы мы уже разбирали, которых он коснулся. В частности, это и лозунг «Ямы за чистый спорт» и какие-то другие события из жизни Союза Биатлонистов. Но на некоторые моменты хотелось бы обратить внимание. Первое, то что вакцинация спортсменов все-таки идет полным ходом. Да, он сказал, есть открытники 1-2%, но я так понимаю, что речь идет об одном-двух людях. Но это личный выбор каждого. Я как раз являюсь в целом сторонником вакцинации, но противником обязательной вакцинации. Ломать людей через колено нельзя. У каждого могут быть свои обстоятельства, свои взгляды, свои ситуации, свои оценки рисков и так далее. И то, что СБР не будет как-то насильно пытаться загонять всех под это дело и применять какие-то санкции к этим спортсменам, это тоже совершенно верно. Руководитель своим примером показал, что он готов вакцинироваться и сейчас находится в этом процессе. Второй момент, то что касается реформ и борьбы с допингом, и коснулся он, в частности, образовательной программы. Но про это мы тоже говорили, не буду повторяться. А что касается борьбы с допингом, вот еще важный момент, что бывшая сотрудница РУСА, да Ирина Барабанова, устроена теперь на постоянную работу в СБР, как антидопинговый специалист. Такого никогда в истории Федерации не было. Это важный шаг, и я думаю, что как раз задача этого специалиста предотвратить возникновение таких ситуаций, которые возникали и у Маргариты Васильевой, и у других спортсменов, нарушавших в той или иной мере антидопинговые правила, а это всячески вредило имиджу и Союза биатлонистов России. Поэтому считаю это ценным приобретением, но, надеюсь, конечно, там не 5 тысяч долларов зарплату этого важного специалиста, а так все, в общем-то, делается в этом направлении правильно, в том числе и такого рода пиар, какой будет на всероссийских соревнованиях с этими БИБами. Кроме того, интересный момент про то, что обсуждалась политика гендерного равенства, но, к сожалению, равенство возможностей для развития и уравнивов, к этому немножко разные вещи. Вот самое страшное – это введение квот. Те самые пресловутые 30% под женщин. Может быть, я и удивляюсь, почему до сих пор там не добавили еще лица нестандартной сексуальной ориентации, сменивших пол и так далее. Но, с другой стороны, если это будет реализовываться и по всем национальным федерациям, и Союз биатлонистов России, как сказал Мальгуров, тоже рано или поздно будет привлекать 30% персонала женского пола, то, я думаю, некоторые сотрудники СБР, которые очень лихо и ловко меняют свою позицию по тому или иному вопросу, могут запросто и сменить пол для того, чтобы остаться на своих местах. Ну и, наконец, вопрос, который обсуждался – это универсиада. Я вначале расскажу в целом о том, что и когда должно было происходить. Что изначально универсиада в швейцарском Люцерне была назначена на январь нынешнего года. То есть она так и осталась, универсиада 2021, но сменилась. Получается, она пройдет не в разгар одного сезона, а в начале другого. И то, что это будет предварять олимпийский сезон, говорит о том, что состав участников, скорее всего, там будет скромный. То есть когда в нечетные годы проходят универсиады, и какие-то, может быть, страны, имеющие биатлонистов, числящихся студентами, но высокого уровня, они могут их послать для завоевания этих медалей. В основном это Восточный блок, бывший СССР. Но российская команда никогда этим не занималась. У нас, в принципе, длинная скамейка, и третий состав всегда выступал, завоевывал медали. Я думаю, так будет и в этот раз. Но в итоге, по всем известным ковидным моментам, осенью прошлого года универсиаду было решено перенести, и теперь поступают странным участницам приглашения, что говорит о том, что она должна пройти установленные сроки. Но в декабре. Это начало сезона, и трудность возникает в том, прежде всего, в отборе, как его осуществлять. В состав команды могут быть включены 8 спортсменов мужчин-женщин, 5 тренеров и двое представителей медицинского персонала, ну, врач и массажист. Соответственно, сейчас СБР будет до осени собирать заявки возможных кандидатов, расширенный список составляет, и потом из него каким-то образом будет выбрана команда. Ну, соответственно, будет определен тренерский штаб. Уже по опыту последних лет Сан Саныч Селефонов, специалист, который трудится в Москве, и сейчас как бы помогает по резервным делам, он курирует это направление, будет как-то с этими списками работать. Но возникает вопрос, что спортсменов моложе до 27 лет, которые не имеют осязаемых шансов поехать на Олимпиаду, не входят в состав сборных, хотя, может быть, кто-то пожелает из вторых резервных или юниорских команд участвовать. У нас, видите, в декабре, в том году, только Кубок Мира был, по сути, из международных стартов, а в этом году, получается, Кубок Мира, Кубок IBU, Юниорский Кубок IBU, еще Универсиада, как говорится, то без гроша сидели, а тут Алтын. Четыре старта, и на каждый нужно выбрать спортсменов. И, наконец, желающих действительно может быть много, но я думаю, что нужно отдавать предпочтение перспективным спортсменам, которым важен международный опыт, и которые могут, имеют потенциал дорасти до основной сборной. Ну, и я думаю, что сильнейшие наши спортсмены вряд ли примут участие, но благодаря тому, что у нас достаточное количество занимается биатлоном, да, и уровень спортсменов достаточно высок, в сборной России в рамках биатлона будет представлены сильные команды, да, у нас практически все спортсмены, ну, вот в возрасте, наверное, там 18-25 лет, многие спортсмены еще являются студентами, поэтому здесь нет никакой тревоги, и расширенный состав для участия в универсиаде мы сформируем в ближайшие пару недель. Ну, а что касается выбора из этого расширенного списка, я хоть и являюсь противником летних отборов по летним стартам, но я бы учитывал результаты летнего чемпионата России в Тюмени, как, скажем так, определенный стимул, то есть можно спортсменов, желающих участвовать в универсиаде и занявших места в шестерке в одной из личных гонок, допускать на эти игры автоматом, но остальные, исходя уже из мнения тренеров по их перспективности. Не знаю, как поступит СБР, пока нету каких-то четких критериев по этой теме, но мое предложение вот таково. А в целом, будет, конечно, интересно, и радует то, что пока и IBU настроен сохранить зимний сезон целиком, и надеемся, что не будет уже этих переносов, отказов, и хотя жесткие ковидные рамки будут еще сохраняться, мы видим, что творится на Олимпийских играх в Токио, но надеемся, что сезон будет уже полноценным. На этом у меня все. В конце этой недели стартует соревнование в Рыбинске, которое мы также будем освещать. Уж летом хоть и Олимпиада идет, но все равно это, я считаю, важно. Поэтому подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.